Приветствую вас, дорогие друзья, это канал «Все в тебе», с вами Екатерина Самойлова, и сегодня это интервью с потрясающей женщиной, с кем мы знакомы уже несколько лет и кого я тоже очень люблю. С самого начала, когда я с ней познакомилась, это Каора, сейчас расскажу, кто она, но изначально первое впечатление, которое она вызвала во мне, ощущение воплощенной богини. Вот настолько транслируются эти энергии, но если формально, то Каора Ченнелер – художник и создатель ювелирного бренда трансформационных украшений Каора Сандара Джулри. Каорочка, дорогая, очень рада тебя снова видеть здесь, на этом острове Бали. Да, Катечка, спасибо большое, тоже очень-очень рада тебя видеть. Сегодня мы с тобой поговорим о твоем пути, как ты оказалась там, где ты есть, и что в этом всем тебя вело. Но давай начнем с того, что ты уже сколько, лет 12 на Бали живешь? 15. 15 уже, Боречки, вообще, это очень много. То есть я опять прожила, это было много, а 15 – это совсем много. Как ты здесь оказалась до того, как сюда приехали все остальные? Да, на самом деле, я когда приехала, совсем было немного соотечественников на острове, буквально все друг друга знали, и комьюнити было небольшим. Оказалась я здесь, ну, благодаря своему желанию жить в тёплом климате без смены сезона. Вот, до этого я пробыла три сезона в Индии, вот, и поняла, что хочу постоянно жить в тёплом климате. Для меня это важно. То есть тебя привёл к комфорту? Да, и на самом деле я не так много знала о Бали. У меня здесь была одна подруга, вот, которая летом перед тем, как я приехала, встретила меня в Москве на каком-то светском мероприятии. Я прям помню этот момент, она взяла меня за руки, посмотрела внимательно, говорит, «Приезжай, приезжай, я знаю, ты не уедешь». В общем, прожила эту энергию, да, и всё, так и случилось. Так случилось, да. Я приехала, влюбилась в остров, и там полтора года вообще не выезжала. Ну, и сейчас ты выезжаешь уже как раз в мероприятие, проводишь только что, вернулась из Дубая, до этого из Москвы, у тебя там какой-то сумасшедший марафон был. Из России, да, был большой презентационный тур, посвящённый новой коллекции, вот, который я сейчас буду завершать уже презентацией на Бали 17 января. А сколько лет уже твоему бренду? То есть это уже коллекция какая-то там, номер по счёту... Бренду 12 лет. Ого, я даже не знала, что это. Да, и, соответственно, это 12-я коллекция. 12-я, то есть раз в год обновляется, да? Да. Потому что я знаю, что у тебя огромный ассортимент, на самом деле, за это время, там, тысячи позиций. Да, более тысячи оригинальных украшений. Потрясающе. Но я знаю, что путь в эту точку, он не был вот прям сразу легко, да? То есть ты начинала свой путь изначально в Москве. Ты как-то была связана с искусством. Да, я по образованию искусствовед, историк искусства, арт-критик. Вот, я заканчивала МГУ и работала на Ниве арт-бизнеса. То есть я делала выставки как куратор, я работала как арт-дилер. Вот, в какой-то момент пришло такое полное истощение физическое, моральное. Выгорание. Полное выгорание. Да, я поняла, что мне нужен какой-то, какая-то длительная перезагрузка. Я первый раз уехала в ГО на сезон, и это изменило моё восприятие мира. Понятно, что не хочешь возвращаться уже, да? Мира и жизни. Да, постепенно этот процесс на несколько лет растянулся. Но потом ты решила всё-таки совсем сменить сферу деятельности и уйти полностью от этого бизнеса, или как это случилось? Ну, потому что я чувствовала потенциал, я чувствовала, что я пришла сюда сделать что-то, да, я ощущала вот эту внутреннюю энергию и потребность творить, но я не понимала, в каком направлении двигаться. Да, то есть был этот процесс, когда я такого потерянного состояния, когда я понимала, что тем, чем я занималась, я, ну, заниматься уже не могу, не хочу, мне это уже не так интересно. Я чувствовала себе потенциал творчества, но не понимала, в какую сферу его направить. Ну, то есть конкретно своё направление, оно не проявлялось. Да, да, и после переезда на Бали я встретила своего учителя, вот, её зовут Астрия Сриана, она посвятила меня в сакральную геометрию, я прошла с ней глубокие трансформационные практики, она открыла меня как радужный канал света, вот, и я стала видеть, ченнелить, проводить коды сакральной геометрии, вот, рисовать картины. И первые два года после посвящения я рисовала эти картины и молилась ангелам каждое утро и каждый вечер перед тем, как идти спать, «Ангелы, покажите мне путь», вот, и медитировала над теми текстами, как бы, моего жизненного предназначения, которые она мне дала, вот, и... То есть ты, ну, я помню, раньше мы с тобой беседовали, ты говорила, что примерно три года ты искала вот этот путь предназначения, как раз живя здесь, на Бали. То есть два, два, два с небольшим, да. Два с небольшим. И как в это время ты справлялась? Вот есть люди, которые ищут свое предназначение, они не знают, куда себя направить, а при этом надо на что-то жить, этот мир, он как бы все равно по своим законам функционирует, и кто-то начинает там все равно идти и работать куда-то, и откладывать поиски, кто-то сдается и просто возвращается в свою деятельность обычную, да. Как ты прошла вот этот период? Все равно это не месяц, не два, а два года поиска себя. Как ты это справилась? Ну, это были какие-то фриланс-проекты, это были какие-то, ну, как бы вещи для поддержания жизни. Вот. Здесь на Бали или дистанционно, или как? И здесь на Бали, и дистанционно, вот. Какие-то у меня там заканчивались мои московские проекты, вот. Ну, то есть это было очень так... Потоки. Потоки, да. В доверии, да. В доверии, да. В потоке, да. То, что мир позаботится, когда человек идет по своему пути. Да, ну, это был, наверное, в финансовом плане самый непростой мой жизненный этап, действительно. Что, ну, ожидаемо в данном случае, да. Но, тем не менее, ты его прошла, ты справилась, тебя вела вот эта духовная твоя вера, да. И как же случилось вот то самое, не знаю, озарение или понимание, что все, я путь нашла? Ну, сначала возникло вот это, ну, глубокое желание, да, поделиться этими знаниями, кодами сакральной геометрии с пространствами людьми, да. То есть мой изначальный импульс был, чтобы сделать это знание более доступным. То есть вот, например, код сакральной геометрии в графическом варианте, он существует на бумаге, да, сопровождается мантрой на языке света. Ты смотришь на этот код, концентрируешься на изображении, читаешь мантру, которая его активирует, медленно приближаешь код к третьему глазу, изображение загружается, да. Далеко не у всех людей есть время, желание, возможность таким образом взаимодействовать с этой информацией, да. То есть мой изначальный посыл сделать это общение как бы более доступным, да. И когда этот символ, который содержит эту вибрационную частоту в серебре, да, находится на тебе в соприкосновении с тобой, вот, он её излучает, и, соответственно, ты можешь получать как бы те блага, которые, как бы, ну, которые заложены в этом символе. Вот. Это был мой изначальный посыл. То есть первое, что я стала делать, это коды сакральной геометрии, и было желание активизации верхних чакр и тиары. Вот это первое, что появилось в коллекции. Причём тоже далеко не сразу это всё появилось в том виде, в котором меня это устроило. То есть, на самом деле, первые мастера, с которыми я делала коллекцию, как бы, ну, не были идеальными, да. И вот половину первой коллекции я просто выбросила. Ну, это, наверное, естественный процесс, когда ты только ещё выстраиваешь, и работа, она не сразу формируется, действительно идеальная. Ну да, то есть, но я просто знала, что, как бы, я это увижу, я понимала, я видела первый результат и понимала, что это не выглядит так, как мне бы хотелось. Ну, то есть, что я вижу другую картинку внутри себя. Да, но поскольку это был первый опыт, у меня нет никакого ювелирного образования, да, ну, то есть, как бы, я не очень понимала. Но в этот момент пространство привело мне моего ювелира, Норберта Хоршмана, да, с которым мы встретились и решили попробовать. И, собственно, все 12 лет создавали с ним коллекции. Вот в мае прошлого года он покинул этот мир. И как сейчас ты дальше без него? Ну, уже определённый есть опыт, навыки, знания. Как бы я это могу продолжать уже самостоятельно. Здорово. И часто бывает, что человек дошёл до какого-то понимания, что я вот хочу там создавать какие-то украшения. Что-то создаёт, а дальше сталкивается с тем, что это сложно продвигать, что это там, ну, не хочется так говорить, ну, типа ощущается, что никому не нужно, да. Вот у тебя сразу был отклик у пространства, что вау, давайте ещё. Или всё-таки тоже был определённый путь становления бренда, его узнаваемости, ощущение, что то, что я делаю, действительно того стоит, потому что всё-таки 12 лет уже бренду, да. За 12 лет я уверена, что это тоже были какие-то взлёты, падения, да, какие-то испытания, может быть, тоже выгорание какое-то. Вот как дальше всё развивалось? На самом деле, как первоначальный позитивный отклик пространства был, да, но, скажем так, для меня самым сложным, потому что я, ну, в тот период чувствовала, что это моя миссия, я почувствовала этот отклик пространства, я почувствовала, как люди реагируют, меня очень вдохновляла, как бы, эта реакция, как и женщины преображаются, и потом, как стали приходить образы, символы, ну, как бы всё в большем и большем объёме, да, то есть если там первая коллекция, она совсем маленькая, потом побольше, третья коллекция ещё побольше, да, то есть пока я вот как бы вышла на, там, тот объём коллекции, который сейчас присутствует, там, сейчас, например, каждая коллекция, это порядка ста-сто двадцати украшений, оба, да, достаточно, достаточно большой объём, и, но очень долго это, скажем так, я не могла посмотреть на это, как на бизнес, потому что я чувствовала, как бы, как сказать, что это то, зачем я пришла. Ну, то есть ты чувствовала это как месть, ты чувствовала, ты видела это как энергию, которая может служить людям, но денег изначально это не приносило, или как? Да, да, ну, то есть буквально это было вот... Штучные какие-то вещи? Ну, да, то есть не, ну, как бы, не в том объёме, в котором было бы, хотелось бы. И когда к тебе пришло понимание, что всё-таки нужно к нему относиться иначе? Я просто поняла, что, как бы, если я не буду менять своё отношение, просто это был процесс, который, как бы, растянулся примерно тоже на пару лет, да, да, просто трансформация, ну, моего восприятия, что это не только моя миссия, вот, но это также... И бизнес, за который нужно брать ответственность. За который нужно брать ответственность, безусловно. Ты сейчас очень важный ключ сказала, я не раз сталкивалась, я общаюсь с большим количеством людей, люди приходят на консультации, не раз сталкивалась с тем, что человек находит своё направление, которым он горит, который любит, да, даже, что касается каких-то предметов, которые человек создаёт, а затем сталкивается с тем, что именно неспособность принять это как бизнес даёт определённые такие ограничения, из-за которых в итоге человек даже может отказаться от этого пути, потому что разочаровывается в какой-то момент. Ну, вот ты справилась, ты прошла эту границу. Да, но есть несколько моментов, просто есть, как бы, творчество, да, и есть непосредственное, как бы, делание производства со всеми его нюансами, да, с тем, как, ну, человеческий фактор, он всегда присутствует. Да, и учитывая то, что, на самом деле, у меня на где-то 80-85% это ручной бренд, да, это handmade, то есть это своя специфика, это своя энергия, но это и свои производственные риски, безусловно, да, и просто понять, что люди совершают ошибки, что люди могут совершать ошибки, и это нормально, ты можешь совершать ошибки, и это тоже нормально. И это эволюционный путь. Да, и принимать это, и не делать из этого трагедию, потому что я помню, когда, там, в самом начале что-то там испортишь, ченопартия, как бы, вот, я расстраиваюсь, нервничаю, и потом, как бы, со временем ты к этому относишься всё спокойнее и спокойнее, всё с большим и с большим принятием, да, и тебе становится всё легче и легче жить. Это, к слову, о том, что бизнес, на самом деле, это очень мощный инструмент духовного роста. Безусловно. Вот, в моей жизни, в жизни Каоры, я уверена, что всех, кто с бизнесом связан, ты не можешь не расти, потому что разные ситуации тебя просто заставляют. Это тебе не сидеть медитировать, оно интегрируется всё. Кстати, про сидеть медитировать. У тебя же очень активно продолжаются твои духовные практики. Безусловно. Да, и как это интегрируется в твоей жизни? Ну, это процесс постоянной трансформации. Особенно Бали остров к этому стимулирует. Да, это просто пространство, в котором ты, ну, бесконечно изменяешься, бесконечно эволюционируешь. Да, и, в принципе, только в путешествиях, пожалуй, ты ощущаешь, как бы, остановку этого процесса. Ты оказываешься на острове, и он, процесс внутренних трансформаций каким-то волшебным, мистическим образом снова запускается. Да, то есть ты проходишь разные этапы, да, и умение, скажем так, спокойно относиться как к этапам своего, как бы, спада, так и к этапам расцвета, да, это одна, один из, я считаю, из важнейших навыков. То есть понимать, что и то, и другое, это естественный процесс, не залипать ни там, ни там, да, и даже на, ну, как бы, самом днище понимать, что, значит, это тот момент, от которого можно оттолкнуться и выплыть на поверхность, сделать глоток свежего воздуха и расцвести. Да, согласна, очень нравится такая философия, сразу вспоминается фраза с кольца царя Соломона, что и это тоже пройдёт, и когда вот так смотришь на взлёт и на падение, не привязываясь, оно и легче проживается, как вода течёшь. И всё-таки, возвращаясь к теме духовности, я знаю, что у тебя есть твои регулярные практики, и есть специальный процесс, с помощью которого ты загружаешь эти коды, которые затем становятся украшениями. Готова поделиться, как это у тебя всё работает? Конечно. Ну, вообще процесс создания коллекции — это всегда такой интегральный процесс, то есть я слушаю пространство, я слушаю то, что актуально сейчас запросы, да, запросы людей, запросы планеты, да, потом, и вот рождается тема коллекции, далее в медитациях приходят темы отдельных серий, то есть вот есть общая тема, и есть какие-то моменты, которые её раскрывают, да, то есть вот... Зонтик такой. Да, как, например, последняя коллекция, Quantum Shift, да, это коллекция о переходе в новую реальность, пространство мира, изобилие любви. Для того, чтобы в него выйти, мы проходим определённые этапы, там, очищения, освобождения от страхов, да, наполняемся ресурсом, и дальше мы выходим уже в темы соединения, в темы безусловной любви, да, в темы ощущения жизни как бесконечного совершенства, в код внутренней чистоты. Да, вот так я, ну, как бы прошлась просто по темам коллекции, очень вскользь. То есть это, на самом деле, поток смыслов, который не просто отдельно взятое украшение, да, а это прям динамика пути определённо описывается. Да, который раскрывает, как бы, определённую тему, определённое состояние, да. И дальше я иду в ченнелинг. Ченнелинг — это процесс подключения к информации высших структур в медитации. Просто я, ну, как бы раскрываю это, потому что, ну, в общении с людьми оказывается, что не все знают, не всем это до конца понятно. И для этого процесса я к нему готовлюсь. Я обычно там прохожу какие-то очищения, голодания, то есть подготавливаю себя... Чтобы быть более чистым проводником. Да, энергетически делаю определённые практики, медитации, да. После этого ченнелинг происходит ночью, да. Я обычно там встаю где-то полтретьего, да, и дальше это до рассвета, вот иногда там до семи часов утра. А почему именно в это время? А потому что меньше информационный фон, потому что легче проходит информация. Самый чистый поток. Ночью, да, вот. И, соответственно, каждая ченнелинг непредсказуем. То есть это может прийти за несколько часов, там, три украшения, да, ну, максимум, наверное, восемь. Да, и я делаю беглые зарисовки, вот, как у самих форм, так и камней, потому что сразу показывают обычно с теми камнями, которые будут в украшении. И дальше уже из этого я делаю подробные эскизы для производства. Вот это очень долгий процесс, отрисовка эскизов для коллекции может занимать, там, три-четыре месяца. То есть и коллекция рождается практически год. То есть ты несколько заходов таких делаешь, когда ты загружаешь каждый раз какую-то порцию. Как бы два-три месяца это ченнелинги, да, и как бы параллельно или дальше происходит отрисовка коллекции. Вот, после этого я её передаю уже мастерам. До этого я как бы передавала ювелиру, теперь это я передаю мастерам непосредственно. Ну, чтобы они создают прототипы и затем уже производство. Иногда как бы с первого раза происходит попадание, иногда там до пяти раз мы меняем какие-то вещи. Ну да, такой большой, длительный довольно-таки труд получается. Потому что если за одну ночь у тебя там 3-8 украшений, а у тебя 100 в коллекции, то... Ну, это серий, как бы... Ну, потому что с одного кода получается несколько украшений. Да, ну, как бы там, допустим, ну, серия обычно это 3 украшения. Да, серьги, кулоны, кольцо, допустим, или серьги, кулон, украшения на руку. Вот, и, соответственно, где-то 30-35 серий коллекции. Интересный процесс, я даже не подозревала, что это настолько вообще объёмно, такая серьёзная работа производится. Так, сейчас я даже потерялась. У меня, на самом деле, вот твой опыт взаимодействия именно с твоими украшениями поменяло восприятие действительно того, что это может работать. То есть я уже с тобой этим делилась, когда мы с тобой познакомились, я скептически относилась к тому, что эти украшения на что-то способны. Ну, то есть красиво, да, и я выбрала себе по принципу, что мне понравилось, а затем... Ну, вот одно просто такой самый яркий, сейчас для всех поделюсь, просто как пример, как я это прожила. Одно из украшений, которое я купила, называлась Королева, серия Королевы, у тебя была эта из более ранних, да? Да, Я Королева. Я Королева, да, и там при этом был розовый кварц про любовь, про безусловную любовь, да. И спустя буквально месяца три после того, как я начала их носить, у нас совершенно спонтанно, это ещё у меня тогда был клуб «Всё в тебе», мой предыдущий проект, где кроме меня были другие мастера, у нас буквально спонтанно появилась идея сделать конференцию первую нашу. Мы за месяц её сделали, это было всё совершенно в потоке, и вот я ловлю себя в какой-то момент, что я стою на сцене, и передо мной достаточно большое количество людей, и у меня ощущение своего королевства, вот внезапно оно, ну, то есть раньше, когда это был только онлайн преимущественно, я этого не чувствовала. И вдруг я внезапно это словила, и в этот момент я действительно чувствовала столько любви, как будто я весь этот зал просто обнимаю этой любовью, и я вспоминаю, ну, кажется, это работает. Это прям было удивительно. И после этого я стала всё больше, ну, проникаться этой всей истории, да, что это стало работать. И у меня сейчас в личной коллекции довольно много твоих украшений, потому что они действительно работают на усиление, получается, энергии, задач, которые есть, вот. Ну, и по итогу мы с тобой, можно сказать, оказались таких, вот, ну, коллеги, да, коллеги, только немножко по-своему, ты по-своему, но, тем не менее, проведение информации с тонкого плана, это действительно очень многое меняет, и даже украшения, ну, то есть мне сейчас очень сложно носить вещи, даже там иногда мне дарят что-то, которые пустые, вот, обычные ювелирные изделия, даже если там драгоценные камни, металлы, они могут быть красивые, но они пустые. И когда ты чувствуешь эту разницу, да, ты можешь это одеть, да, это может подходить под какой-то наряд или образ, да, но энергетическое наполнение, оно совершенно разное, да, если это просто там штампуется на заводе уставшими людьми или как-то еще, это не то же самое, когда это все там сначала загружается, специальные там заряды с камнями, я помню, что ты еще раньше сама выбирала, не знаю, до сих пор ты это делаешь или нет. Мне помогают, но, как бы, есть процессы, которые я контролирую до сих пор, да. Да, то есть выбор, вот, даже сочетание этих камешков, да, чтобы они соответствовали там по оттенкам и так далее, и здесь все это делается на магическом острове, да, с определенными намерениями, и, конечно, это совершенно другое качество. Да, очищается после производства дополнительно, заряжается. Это вот про то, как магия становится, что называется, практической, то есть, ну, магия в хорошем смысле этого слова, да, как что-то, что мы заземляем с тонкого плана, становится рабочим инструментом здесь, и для меня, по крайней мере, украшения таковыми стали в какой-то момент, именно вот с помощью твоего примера. Давай теперь немножко поговорим про личные вещи, то есть, ты выбрала путь такой, ну, достаточно самостоятельный, выбрала не иметь семьи, не иметь детей, ну, по крайней мере, на этом этапе, да. Почему так, и что ты чувствуешь по этому поводу? Другие задачи души. У меня было масса сомнений, на самом деле, но это естественно. Конечно. Да, и были моменты, что я чувствую, что всё-таки, наверное, я хочу, потом опять, нет, я не хочу, и, в конце концов, какое-то время назад я окончательно поняла, что это, ну, не мой путь, не моё предназначение, и что мне хорошо с этим знанием, что мне так легче, что я понимаю, что просто я пришла для другого. Ну, то есть принять, что не у каждой души есть такая задача, вот. И ведь, ну, многим женщинам, кто сталкивается с тем, что у них есть такое желание, я имею в виду сейчас многим из тех, кому это откликается, да, у них же действительно есть очень много там где-то чувства вины, сомнений, переживаний, давления окружения, родового такого давления, да, что как же так без семьи. С этим справиться и остаться в своей правде о том, что я не чувствую, что это мой путь, это тоже определённое искусство, определённый внутренний стержень должен для этого быть. Ну да, это надо, ну, глубоко себя почувствовать, да, как бы принять свой выбор, ну, и понять, что, как бы, ну, как сказать, позволить себе сделать этот выбор осознанно. И ты никогда не жалела, что его создала именно таким? Ну, вот какое-то время назад у меня, вот как я только что говорила, у меня были сомнения, да, но какое-то время назад они исчезли окончательно, да, и я поняла, что, ну... Как бы я, как бы каждое моё произведение, да, это мой ребёнок в каком-то, в каком-то смысле. Да, каждое моё произведение, это в каком-то смысле мой ребёнок. Каждая коллекция, это всё равно, это глубокая личная трансформация, потому что я прохожу эти все этапы, да, и как бы я это вынашиваю и представляю это миру. И это тоже, конечно же, имеет место быть, поэтому... Я на самом деле восхищаюсь смелости женщин, которые выбирают идти против социального давления, потому что они так, правда, чувствуют. Тут, конечно, ключевой момент — это честность и правда. То есть я сейчас не пытаюсь сказать, что это классный путь, все идите этим путём. Он классный для тех, кому он предназначен, да, и просто я встречала, и ко мне такие на консультации приходили женщины, которые вот чувствуют, но очень много негативных чувств связано с тем, чтобы принять это. Да, 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 принять, позволить себе, да. Это всё про правду. Кому-то тема отношений детей важна, а кому-то нет. И я сейчас, кстати, даже вспомнила такой момент интересный. Когда-то давно, много лет назад я была в отношениях с человеком, кто чётко для себя знал, что он не хочет семью и детей. Он, ну, в духовных практиках, видящий и так далее, то есть человек продвинутый. И у нас был очень хороший контакт, большие там планы и так далее. Но как только я осознала, что это правда его путь, не придумывание себя из каких-то своих эзотерических там идеологий, да, а просто его путь. И при этом я знала, что мой-то путь другой. То есть я знала, ну, давно уже у меня подгружалась информация, что у меня будут дети, да, что это мой путь другой. В этот момент я поняла, что нам не по пути. Вот у нас прям, потому что, ну, пути разные. Вот. И честно смотреть на свой путь, это очень важно, каким бы он ни был. Вот. И ты как раз пример человека, кто прошёл эти испытания в своей жизни. И творчество тоже стало твоим проявлением материнства. Какие самые сложные уроки были в твоём пути? То есть вот ты проговорила, что проживала много разных трансформационных процессов, да, в ходе проведения этих энергий и, ну, своей личной эволюции. Можешь ли ты вспомнить какие-то эпизоды, которые, ну, особенно на тебя повлияли, или какие-то осознания, или какие-то сложные периоды, вызовы твоей жизни, проходя которые, ты очень выросла и стала глубже, и, ну, что ты для себя очень ценное обрела? А может быть, с которыми до сих пор справляешься? Да, ну, всё равно случается, как сказать, сложно выделить что-то одно, да, просто случаются, случаются какие-то вызовы, ну, постоянно на самом деле, и мне кажется, что, как сказать, всё равно есть определённые этапы проверки, да, ну, как внутренней, да, насколько ты действительно готов двигаться в своём направлении, да, то есть есть, ну, есть внутренняя уверенность, да, и ты видишь, что могут случаться разные события, но при этом есть внутренняя уверенность, что всё равно ты двигаешься по пути своего предназначения, то, что ты делаешь, это важно и ценно, и я ощущаю достаточный ответ и поддержку, там, пространства, мира, людей, да, чтобы это осознавать, но и при этом, ну, понимать, что если случаются трудности, то они временные, да, и ты всё равно идёшь, ну, как бы проходишь какие-то этапы и выныриваешь, и, как бы, путь, он, ну, он не может быть ровным, и это нормально, это, как бы, и это этапы, и все мы, как сказать, не отступать просто от своей основной линии, да, не... Когда ты устал сильно, отдохни, ну, то есть не думай, что всё, я не могу больше это делать, всё, ну, как бы отвлекись, отдохни, потом, ну, если у тебя есть вот это, ну, внутреннее ощущение, просто его, ну, как бы не терять и видеть, несмотря на, ну, как бы, ну, те события, которые происходят, да? Мне кажется, ты сейчас очень важные для многих слова сказала, потому что я вижу, если сравнивать вот в своём окружении, там, клиентах и так далее, людей, которые чуть более успешны, или, там, значительно более успешны, и тех, которые постоянно находятся в какой-то борьбе, и не получается достигать успеха в чём-то, то очень часто есть вот эта разница восприятия, когда у более успешных есть готовность к испытанию внутреннее, то есть вот это состояние, что испытание — это нормально, это просто части пути, и с этим всё хорошо, я с этим, ну, справлюсь, да? И одновременно есть люди, которые, вот они столкнулись с чем-то, и когда же уже это закончится? Все эти испытания, трансформации, да как мне это всё надоело, да когда мы уже выгребем эту карму? И всегда сразу понятно, что вот чем больше у человека сопротивления внутреннего, тем больше там страдания, тем больше слива энергии, тем меньше результативность любых действий, и, ну, понятно, что на успех там уже не так сильно много чего осталось, чтобы дойти до следующей точки. Вот, поэтому, дорогие мои, берите тоже сейчас себе это на заметку, что путь, он, правда, он динамичный, он разный. Он разный, да. И в этом вкус, в этом даже есть, ну, как вот в еде, да, когда он настолько сладкий, ну, классно, когда есть оттенки разных вкусов, и в жизни тоже, когда, как ты говоришь, устал, потом кайфуешь от отдыха, вот как я сейчас на Бали, да, вот я устала, у меня были очень интенсивные полгода, я прилетела сюда отдыхать, я очень этим наслаждаюсь. То есть, возможно, сейчас с большей интенсивностью даже, чем когда я здесь жила, потому что контрасты дают, дают это проживание. И это более такое тоже спокойное принятие всего пути. Да, ну, потому что, например, этот год, прошлый год, да, был очень непростым для меня. Для меня тоже. У меня, да, произошла смена директора после пяти лет, это такой, ну, серьёзный очень этап. Как только у меня поменялся директор, мой ювелир отошёл в мир иной, и это был, ну, это серьёзная трансформация всех процессов, вот. И, соответственно, это было, ну, совсем непросто, да, но, как бы, когда я поняла в какой-то момент, что, ну, как бы просто, как бы, ну, даже когда тебе кажется, что у тебя, ну, нет больше силы, они, ну, всегда есть. Они всегда есть, они всегда найдутся, ты просто, ну, как бы, смотришь на это по-другому, немножко пытаешься себя, ну, поддержать, поменять своё восприятие, вот, и двигаться дальше. Ну, то есть, получается, несмотря на все эти перестановки, ты не остановилась, создала также новую коллекцию очень мощную. Да, я завершила создание уже самостоятельно новой коллекции, уже в работе следующая коллекция. Ага, здорово. Вот. А сейчас, получается, твоё украшение уже представлено и в каких странах? В Англии, в Германии, в Испании, ещё в некоторых странах, да, ну, конечно. В Штатах, в онлайн, я знаю. Да, Казахстан, ну, и, понятно, Россия, и, наверное, СНГ тоже есть какие-нибудь страны. Ну, в общем, постепенный такой уже планетарный рост происходит. А никогда с 12 лет не случалось состояние, вот, что я всё, я либо я всё сделала, либо я так устала, что больше не хочу, вот, какого-то выгорания? Несколько раз, ну, несколько раз оно случалось, да. И как ты из него выныривала? Какие твои лайфхаки по выходу из выгорания? Ну, как бы понимать, что всё равно для того, чтобы, как сказать, гармонично функционировать, тебе нужна команда. Ну, то есть, у меня не было вот этого внутреннего навыка делегирования, у меня не было изначально вообще. Ну, то есть, я перфекционист, никто лучше меня не сделает, мне надо, как бы, всё контролировать. И просто, ну, как бы постепенно отпускать какие-то вещи. Вот, процесс, ну, делегирование для меня, пожалуй, был один из самых, одним из самых сложных трансформационных процессов. Вот. Просто позволить себе какие-то вещи отпустить. Очень мне было непросто, вот. Ну, и тема доверия людям, да, и тема, наверное, подбора правильных людей, это всё сюда же. Безусловно, безусловно. Вот. И несколько раз было, что, ну, особенно в те периоды, когда я начинала прям очень много делать всего только одна. Вот. Вот был этот период первоначальный, когда стало всё развиваться, как бы, стали, стало достаточное количество и представителей, и много активностей. И я вот не позволяла себе делегировать, и какое-то время всё делала сама. Вот. И на самом деле, ну, достаточно долгий это был период. Где-то лет пять, вот, из развлечений у меня был сон. Жёсткого в моей жизни. Вот. После этого я поняла, что, ну, всё, я так больше не могу. Ну, это логично. Да. Мне кажется, мне нужна помощь. Да. Ну, и вообще большой бизнес построить без делегирования, в принципе, невозможно. Невозможно, да. Это физически невозможно. Поэтому это очень большая точка роста. И как раз, наверное, именно делегирование человека переводит из статуса просто я создаю свои украшения в статус, что у меня есть бизнес. Это совершенно разные, да? Ну, конечно. Такие состояния. Мы с тобой разговариваем, и очень много про творчество, про именно коллекции и так далее. И звучит так, как будто в твоей жизни, вот, в общем-то, не сильно много что-то ещё есть. Ну, в плане того, что как будто у тебя вся жизнь сфокусирована только на миссии, на бренде и так далее. Что ещё в твоей жизни важного, ценного того, что делает её более объёмной для тебя? На самом деле был этап, когда действительно всё было сконцентрировано только на бренде. Вот, но в какой-то момент я поняла, что у жизни не хватает, ну, вкуса и красок. Что логично. Да. Ну, на самом деле, ну, как бы много всего, и путешествия, и как бы не только по всему миру, но даже путешествия по любимому острову, по островам Индонезии, которые меня очень радуют и наполняют, и это бесконечно разнообразный, интересный регион. Вот, я, конечно, счастлива, что я живу именно здесь. И, ну, и практики, и ретриты, и семинары различной направленности. Ну, и личная жизнь, наверное, всё равно какая-то. Личная жизнь, безусловно, да. Просто это так скромно про неё молчу. Ну, про личную жизнь я предпочитаю не распространяться. И это тоже, ну, я понимаю, конечно, это имеет право быть. Я к тому, что она есть, я вот про это. Она, безусловно. Да, да, что всё-таки жизнь более сбалансирована. Да, как же без неё. Ну, я знаю, ты ещё много темам заботы о теле уделяешь тоже. Конечно. Дорому образу жизни и так далее. Конечно. И особенно это актуально стало для меня. Вот где-то полтора года назад я получила квантовые коды молодости. То есть, на самом деле, они пришли как картины, как графические символы. Это тело, сознание, духо, эмоциональное тело. Да, и я, на самом деле, уже когда с февраля прошлого года создаю их как живописную серию, но это всё происходит просто очень медленно. Я надеялась, что сейчас до своего отъезда, до своего тура я закончу хотя бы первую картину. Но нет, это не произошло. Надеюсь, что я её в скором времени закончу. Не знаю, насколько затянется этот процесс, но он очень для меня интересный, потому что, ну, как бы изменения начинают происходить, как бы заметные, да, как бы визуальные, осязаемые. И в новой коллекции, в Quantum Shift появился новый код, квантовый интегральный код молодости, который как раз из этих четырёх компонентов был создан. Причём он долго ко мне шёл, то есть на самом деле было... В первом ченнелинге он мне просто не показался, во втором он пришёл, но я, когда стала его отрисовывать, я поняла, что нет, это ещё не он. То есть и вот только с третьего ченнелинга как бы он наконец проявился в том виде, в котором я его почувствовала, да. И мне вообще интересна эта тема. Я вот летом, когда летом прошлого или позапрошлого года, сейчас уже теряюсь, делала семинар, как раз посвящённый молодости, посвящённый своему, как бы, ощущению внутреннему, да, и тем практикам, которые позволят поддержать это состояние. Ну, тоже здорово. А ты продолжаешь участие семинара проводить? Или это была такая разовая история, которую захотелось провести? Ну, пока это разовая история, не знаю, решусь ли я ещё раз, потому что первый опыт, он всегда очень, как сказать, очень энергозатратный, вот. Но не исключаю такой возможности. Ну, это тоже такое расширение своего рода. Какое у тебя есть, может быть, напутствие, послание тем девушкам, женщинам, или, может быть, даже мужчинам, которые нас смотрят, если они хотят пойти вот своим путём предназначения или как-то объединить свои духовные способности с миром материи, какие бы ты, может быть, советы, рекомендации, кроме всего, что уже было сказано, да, что ещё ты бы хотела добавить, какие-то напутственные слова тем, кто хотел бы выйти на вот свои реализации, на новый уровень, своё предназначение, миссии? Потому что ты для меня человек, который вот живёт свою миссию на 100%. Не бояться. Верить в себя полностью, абсолютно и тотально. То есть, как бы, просто мне кажется, что оно либо есть вот это внутреннее осознание, что как бы я здесь. Просто я, когда, например, держу какое-то новое украшение в руках, вот оно только приходит, я его держу, или в процессе ченнелинга. Я прям чувствую, ну вот тотально проживаю, что да, вот это внутреннее да, я пришла сюда за этим. Да, это абсолютно то, зачем я проявилась. Вот, и просто это, если это внутреннее да, есть, то всё остальное уже не важно. Да, просто надо, ну, идти туда. Ты упал, встал, отряхнулся, улыбнулся. И снова пошёл. Как бы, снова пошёл дальше. Знать, что всё обязательно будет хорошо. А как попасть в это состояние тотальной внутренней уверенности? Ведь это проблема большинства людей, кто в поиске предназначения, что они такие, ну, я вроде и это могу, и то могу, и пятое могу, и десятое могу, а что моё не знаю. Вот как туда попасть, как ты видишь, в это ощущение тотального да внутри? Попробовать, пробовать, чувствовать отклик пространства, понимать... Сейчас как это сказать? Сейчас ещё, ещё раз. Да, всё хорошо, мы это вырежем. Пробовать, чувствовать, видеть отклик пространства, то есть как бы всё равно, как бы мы не одни в этом процессе, да, это всё равно процесс взаимодействия, да, то есть и экспериментировать, да, не бояться экспериментировать, и опять же, как это сказать, уважать свою уникальность, да, все люди разные, то есть кто-то может погрузиться в один процесс и быть в нём полностью раскрытым, реализованным, а для кого-то нормально, как бы делать несколько вещей параллельно, быть ими увлечённым и проявляться таким образом, и так тоже хорошо, то есть у каждого внутренняя природа, внутренняя структура, относиться к ней с уважением, да, и как бы поддерживать себя в своих изначальных настройках. Вот да, ты сейчас очень важные слова сказала про, опять же, слышать и давать себе возможность быть собой. Быть собой, да. Быть собой, вот ты всё время идёшь за собой, вот как ты это чувствуешь, да, и пусть, конечно, в этом есть, опять же, взлёт и падение, это нормально, главное, перестать смотреть вокруг, а начать действовать изнутри. Изнутри, безусловно, да. Так что берите, пробуйте, экспериментируйте, и это нормально, что может занять какое-то время, прежде чем вы прям точно определитесь. Вот как раз пример Каоры, что да, да, путь занимает какое-то время, но зато как-то на своём пути, дальше, что бы ни было, какие вы испытания не приходили, этот путь ведёт. И направляет, и приходят силы со всем справляться. Безусловно. Хорошо, а какие дальше твои, не знаю, может быть, творческие планы, может быть, личные планы, как ты видишь дальше развитие и проекта, и миссии, и себя лично, вот направляя внимание, вот наше старт года, да, в ближайший год, или, может быть, дальше твоё видение, твоего пути какое? Есть определённые контуры, которые я для себя намечаю, но на самом деле просто так быстро меняется мир сейчас, так быстро меняется ситуация, да, что я... Раньше я была прям тотальный человек-план. Я знала, что у меня случится в этот год, через год, да, я шла в этом направлении. Сейчас есть определённые творческие задачи, да, есть... Я очень хочу больше времени посвящать живописи, да, есть определённые планы путешествий на этот год, есть определённые планы развития бренда, но я сейчас всё больше и больше, для меня это большой шаг, да, даю возможность, ну, как бы действовать из момента и наблюдать за тем, как разворачивается пространство, и легко и непринуждённо менять свои планы. Например, до того, как я отправилась сейчас в путешествие, там я думала, что я побуду сейчас месяц-полтора на острове, и дальше у меня опять были планы, там, по передвижениям, по каким-то презентациям. Вот я сейчас приехала на остров, и чувствую, что сейчас мне хорошо здесь, я хочу какое-то время побыть здесь, и я легко отказываюсь от этих планов, вот я чувствую, что вот в настоящем моменте как бы для меня будет, ну, как бы ценно и ресурсно другое, вот. То есть она училась гибкости в этом пути? Да, но раньше мне это было не свойственно, вот сейчас я всё больше и больше принимаю, как бы те изменения, которые происходят прямо сейчас, то есть и как бы стараюсь не привязываться к своим планам и делать их, скажем так, представлять их глобально, но в конкретике делать их максимально абстрактными. Понимаю. У меня вот это мы научил ковидный год, помнишь, когда мы с тобой должны были вылетать в Японию, и вдруг закрываются аэропорты, и как раз тогда у меня было уже спланировано три ретрита, брони, всё это было, и я поняла, что, ну, прошли те времена, когда я планировала на год вперёд. Да, да, именно так. Хорошо, моя хорошая... Сейчас. Я вот думаю, ещё что-нибудь, как ты чувствуешь? Ещё какие-то темы есть, которые можно добавить, или будем заканчивать здесь? Ну как ты? Давай как ты? Просто я так вроде все свои вопросы задала. Да. Да, просто думаю... А сколько мы времени снимаем уже? Не знаю. Ну там не видно, наконец? Ну, разрушаем. Нет? Я просто не посмотрю, когда мы начали. Ну, я думаю, что... Мне кажется, час. Вот мне тоже кажется, что не очень долго. Не очень долго. Не очень долго. Не очень долго. Да, да. Предыдущая интервью подольше. Поэтому я ещё думаю, какие ещё темы нащёпать, которые можно было бы поговорить, или всё равно будем заканчивать? Лучший враг хорошего. Ладно, ладно, это точно. О, есть один вопрос? Да, давай. Пришёл один вопрос. Мы не блестим? Нет, всё хорошо, только не двигай. Вот спасибо, что кондиционер. Это мне очень помогает. Что там, батарейка перезарядилась или что? Да, сейчас батарейка. Я не могу. Нет. Хорошо. Ты сейчас убегаешь занята или как? Пообщаться будет? Времени будет? Ну, чуть-чуть. 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 Ну, так вот. Да, да. Про Александра услышать. Про ваше знакомство. А я так неожиданно звоню в твой номер внизу. Понимает мужчина, думаю, не в тот номер попал или что? Такой приятный голос, но совершенно неожиданно. Я так аж подвисла. Думаю, наверное, навшиблись к номеру. Прям... И он сам уже вопрос задаёт. Ты выйти по каоре? Я говорю, да. И, в общем, у меня тут ошибка прям... Я помню, что ты говорила, но у меня даже не сложилось, что он, может, трубку взять, понимаешь? Я так, ой... Есть и есть, где-то есть. Ну, да, я ж не знаю, прилетел он с тобой, не с тобой, как у вас всё и так далее. Я ж просто не ожидала и прям подвисла. Было забавно. Вот, потом пазлы сложились, такая, а, ну да, окей, всё понятно. Всё готово. Всё готово, хорошо. Коварочка, такой ещё вопрос. А что тебя вдохновляет, что даёт тебе этот внутренний ресурс снова и снова творить? Ведь после 12 коллекций, ну, можно прийти к определённому такому уже выгоранию, как художник всё-таки, да? Я, конечно, понимаю, что это всё чендерненько каждый раз обновляется, но человеческая часть в этом тоже есть. И вот что тебе помогает всё-таки именно наполнять тебя ресурсом для этого? Как можно меньше в этом процессе задействовать свою человеческую часть. Ух ты, класс. Ну, просто действительно, ну, приходят вот эти темы, которые актуальны пространству. Ты понимаешь, что тем, что ты сделаешь, ты сейчас, ну, как бы поможешь пространству... Пройти этапы. Пройти определённые, да, пройти определённые этапы, прожить определённое состояние, выйти на новый уровень. И что... Ну, то есть это всегда актуально для меня. Ну, то есть я никогда не делаю того, что для меня было бы неактуально. Вот. Но в соединении с пространством. То есть это, ну, это бесконечно интересно. Согласна. Всегда открытие чего-то нового. Да, и иногда тебе вот, ну, ты делаешь, например, коллекцию, и ты абсолютно не представляешь, о чём будет следующее. Ну, вот, например, ты заканчиваешь творение одной коллекции, и... И, ну, как-то тут же практически приходят новые темы, и ты понимаешь, что да, вот это то проживание, в которое тебе сейчас интересно было бы пойти, которое ты хочешь прожить. И когда ты видишь, каким, ну, волшебным образом это работает, ну, просто сама, ну, я не устаю поражаться. То есть, по сути, тебе даже в этом контексте и не нужны внешние источники вдохновения, а вот сам процесс является этим источником, по сути. То есть знакомство с этими энергиями, проживание этих энергий, каждый раз удивление, как это всё. Да, ну, то есть это, оно просто приходит, да, и ты не можешь, ты уже не можешь этого не делать. Я тебя понимаю, я тебя понимаю, да. Когда человек в своей миссии, он реально не может этого не делать, это правда так ощущается. Просто то ощущение, когда вот ты это увидел, ты это нарисовал, да, прочувствовал, продумал, и потом ты видишь эту материализацию, да, этого как бы тонкого образа, ты видишь это физическое воплощение. Ну, со мной разные вещи происходят, когда я первый раз беру в руки украшения. Это и слёзы, это и, ну, смех, это и сердце открывается. Это же, ну, такие невероятные ощущения. Не на всех украшениях, но на некоторых, это просто катарсис. Ну, я понимаю, да, иногда украшение, он с тобой прям разговаривает, оно тебя зовёт. Я сама это проживала, чувствовала, поэтому я понимаю. Для меня лично, знаешь, таким определённым вдохновением является я иногда, когда там в твою историю захожу, ты, у тебя настолько фокус на эстетику во всём, то есть даже просто показывая свою жизнь, это всё время очень красиво. И выбор места, где быть, где находиться, где жить и так далее, у тебя всё время это всё про красоту. И вот если так брать миссию, я вижу, что в этом, конечно, есть определённая поддержка планетарных процессов, но параллельно ещё есть про раскрытие красоты через себя, проведение этого. Это правда. Я вот всегда вдохновляюсь, когда мне, знаешь, хочется подзарядиться красотой, нужно зайти в твои историки, если они в этот день есть, и там это всегда приходит. Да, спасибо тебе за это. Каурочка, вот ты поделись своим видением, что тебя вдохновляет, а я поделюсь своим, что для меня ты человек, который не только идёт за своей миссией и очень это делает тотально, но и человек, который через себя транслирует очень много красоты. То есть вот когда я смотрю на мир через, не знаю, твои stories, через то, как ты выбираешь пространство, какие ты выбираешь образы, одежду, мы с тобой, ну, по-разному взаимодействовали, да, и в общие там совместные путешествия ездили, и здесь на Бали много раз встречались. И ты через себя постоянно помогаешь видеть мир более красивым. То есть ты сама, то, как ты выбираешь, то, что ты выбираешь, это подсвечивает красоту нашего мира, и вот за это я тебе благодарна, потому что когда мне хочется, знаешь, ощутить мир красивым, я открываю твой аккаунт, и я это чувствую. Вот, и ты действительно транслируешь это, ну, тоже как часть миссии, я вижу, твоей показывать, проявлять красоту мира. Да, проявлять эту красоту, да, проявлять её собой, да, и окружать себя этой красотой, да, это моя функция. Да, и помогать людям её видеть. Моя функция, да. Спасибо тебе за это. Ну что ж, мои хорошие, на этом мы будем завершать сегодняшнюю встречу. Я надеюсь, что Каора вас вдохновила идти своим путём миссии и видеть больше красоты в мире. И если вы получили какие-то инсайты, обязательно поделитесь под этим видео, в комментариях, нам всегда это очень важно, интересно. Если у вас остались какие-то вопросы Каоре про её путь, тоже спрашивайте. Если будет много вопросов, мы второе интервью снимем в следующий раз. И я надеюсь, что вы почувствовали, получили для себя не только слова и смыслы, но и на энергетическом уровне для себя получили какие-то коды, которые Каора через себя передаёт своим полем тоже. И это видео тоже можно всё воспринять. Поэтому обязательно поделитесь своими ощущениями, своими осознаниями. И я вас благодарю, что вы провели это время с нами. Я надеюсь, что это было ценно. И, Каорочка, спасибо тебе огромное тоже за то, что ты, несмотря на то, что только что прилетела и хотела бы отдохнуть, но всё-таки согласилась провести это время вместе, поделиться своей историей и своей красотой. Благодарю тебя. Каечка, благодарю тебя сердечно. Спасибо за приглашение. Мне очень ценно. Благодарю.